Симфоническому оркестру Североказахстанской филармонии Симфоническому оркестру Североказахстанской филармонии Помимо того, что объединить все характеры, все воедино Самое главное у нас в музыке это прииграться друг к другу То есть вот сидит группа скрипачей, например, шесть скрипок первых Они должны сыграться в одно целое То есть не как шесть скрипок звучать, а как одна скрипочка Вот понимаете, и то же самое происходит со вторыми скрипками С фальтами, с филончелями, контрабасами Три тромбона, четыре саксофона Представьте, это все должно звучать как одно целое То есть это притирание Вот эти притирания, в общем-то, мы этап этот быстро прошли Вот И я считаю, уже последние три-четыре года Это уже полноценный сыгранный коллектив Стал со своими маленькими, но уже традициями Вообще, чья эта инициатива была создать оркестр? И не знаю, как это все вообще началось? В начале двухтысячных годов, в общем-то, я пришел с этой идеей к бывшему Акиму города Никандрову И уверил его, что это реально В общем, он так скептично посмотрел, но все равно поверил в то, что это реально Мы начинали с шестью скрипками и одной вилончели На порядок сказать, сегодня у нас уже то семь струнников, а сейчас двадцать струнников Вот представьте, вырос коллектив, сыгрался Вот и он поверил и выделил первые средства Но областное управление культуры, увидев это дело, просто-напросто переманили из города этот коллектив Не переманили, а забрали просто и определили в областную филармонию Что я считаю даже и правильно, потому что такой коллектив должен быть филармонический Лично вас жизнь с Мунской когда связалась? Сколько лет назад? Семьдесят четвертый год Это я начал с школьной эстрады Играл на бас-гитаре Вот и эстрада меня затянула в музыкальное училище Где мне вручили такой красивый инструмент, духовой тромбон На нем я закончил и музыкальное училище, и консерваторию А далее просто ударился в дирижирование И вот, как видите, нашел дирижера симфонического оркетра Для чего я и закончил специально именно оперно-симфоническое дирижирование Второе высшее образование специальное За 10 лет у вас сложился не только творческий коллектив, но и, я думаю, есть уже какие-то достижения Вот в каких проектах и конкурсах участвовали, расскажите, пожалуйста И чего достигли за это время? Хороший вопрос К сожалению, вот большими симфоническими оркестрами не существует конкурсов Есть фестивали, нас приглашают в фестивали Приглашали и в Испанию До полу Европы за эти годы нас приглашали То есть нашу демонстрацию прослушивали, просматривали И приходили вызовы Но финансы, вывести такой большой коллектив, 40 человек, это очень дорого Поэтому мы сидим в такой концертный оркестр города Петропавловска Не более того, дальше мы не ездили Вообще, раскройте такой секрет нашим телезрителям Вот сложно ли управлять таким большим оркестром? Что для этого нужно, какие качества? Ну не буду рукавить, это действительно очень сложно Ну а качество? Качество это, естественно, профессионализм И все равно быть лидером Не только в музыке, но и даже в повседневной жизни То есть показывать силу характера везде То есть показывать, что ты вот достойен этого Тогда и отношение музыкантов чувствуется Музыканты это такой народ Они все-все-все чувствуют Поэтому дирижер это сложная профессия Я тоже думал раньше, что это Возьмешься и просто, ну что тут такого? Взял и помахал? Нет Много-много ошибался Чем взрослее становлюсь, тем понимаю, что Все сложнее и сложнее и сложнее Хотя набираешься много опыта Но понимаешь, сколько ошибок раньше сделал Вот когда проходят концерты Наверное, в большинстве своем люди Которые приходят среди зрителей Это люди старшего возраста Ну, если брать людей, которые далеки от музыки Вот когда видите в зале молодежь Вообще, насколько важно, считаете, приобщать Классической музыке именно молодое поколение? Ну, я считаю вообще, что ежедневно надо Вообще, мы стараемся в году порядка трех-четырех концертов Мы даем по школам И я заметил тенденцию того, что дети с удовольствием слушают живую музыку Восторги выходят с концерта Но мы готовим, естественно, легкие программы Чтобы было доступно произведение, чтобы звучало не более пяти минут То есть миниатюрки готовим для детей И это на детей очень здорово срабатывает Многие после этого просто подходят Не только там берут автографы у музыкантов Но и узнают, где можно поступить, учиться в школу Все прочее пятое музыкальное То есть это хорошее Но взрослое поколение, да У нас как бы уже созрел свой зритель У нас много своих почитателей, ценителей в оркестрах Которые я вот лица вижу практически из концерта в концерт И наряду с этим я вижу очень много молодежи Уже давно ходит, молодежь ходит И с удовольствием слушают классическую живую музыку Скажите, пожалуйста, вот оркестр нередко выступает с известными музыкантами То вечер опереды, то сольный концерт солистов Сложно ли выступать с артистами, с которыми работаешь не постоянно? Конечно, сложно Во-первых, приходится Вот последние годы мы работаем практически с одной репетицией Но и в связи с этим Очень быстро музыканты успевают перестраиваться То есть настолько настраиваться на данный концерт То есть оркестр становится очень подвижный Знаете, гибкий Ну, конечно, сложно И не каждый концерт проходит гладко Естественно, есть помарочки Потому что хотелось бы, чтобы исполнитель приезжал на 5-6 репетиций Тогда уже почувствуется просто-напросто соприкосновение Что мыслим и думаем и исполняем одинаково Ну, а так приходится Сегодня жизнь такая заставляет Кастролер приезжает Вчера у него концерт был в Астане Сегодня в Петропавловске, а завтра в Омске Поэтому приходится с одной репетицией вот так выходить и выносить концертную программу А такое сотрудничество, оно ведется в рамках каких-то проектов Или уровень вашего коллектива позволяет это сделать? На сегодняшний день просто, знаете, это как такое радио, да? Музыканты с Москвы приехали, поработали Они передают где-то на гастролях другим музыкантам То есть, и зная наш сайт, мои личные телефоны просто отзванивают Предлагают свои проекты Тут я уже выбираю, взять или не взять этот проект Просто просматриваю либо видео, либо программу И оцениваю, есть ли смысл работать Сергей Николаевич, совсем недавно мы были слушателями концерта вокалистов из фонда «Таланты мира» Которым руководит Давид Гвинианидзе Вот расскажите немного о своем сотрудничестве Вообще, кому пришла идея так порадовать североказахстанцам? Ведь такие вот концерты, ну это настоящий праздник для зрителя Да, несомненно Но идея это сайт Сейчас хорошо, что существует филармоний сайт И они вышли на директора филармонии Она, естественно, вызвала меня Предварительно показав их программы Изучив их программы, я сказал, что для нас это реально подъемные программы Без всяких проблем Мы взялись и работаем уже полтора года с этим фондом Очень интересные программы, интересные исполнители Вот И далее будем сотрудничать Поэтому И зритель С восторгом Просто принимает эти концерты И полные залы Вот Что характерно для этого фонда Буквально уже в это воскресенье Петропавловцы будут встречать Александра Митинева Расскажите, пожалуйста, поподробнее о солисте И об инструменте, на котором он играет Что такое Банденеон? Ну, начнем с солиста Александр Благодаря вот этому фонду У нас пел в том году с Мариинского театра солист Они знакомы Вот Александр вышел на меня И предложил мне такую программу В общем, я долго думал Просто Поймет ли наш зритель казахстанский Вот эту маленькую такую гармонику Банденеон Но потом, просмотрев несколько сайтов Он в том году работал с Павлодарским симфоническим оркестром Вот И просмотрев, в общем-то И Свердловским оркестром, и Белорусским оркестром То есть со многими Но география его гастролей Это весь мир То есть И плотный-плотный график Поэтому я Просмотрев программу Прослушав все Взвесил, что и нам надо попробовать такой инструмент Причем характерная гармоника Когда солист играет Разводя меха Звучит один Тембр А когда надо Другую фразу сыграть Он Меняет тембр Когда сводит Меха Звучит совсем другой тембр То есть Не баян Не аккордеон Не гармоника Не гармошка Они не меняют тембра А вот этот инструмент Меняет тембр То есть Тем он и характерен Кстати на этом инструменте Очень здорово играл Вот Великий композитор Аргентинских танго Астер Пьецола Это его любимый инструмент был Вот И практически Половину произведений Что написал Пьецола Он написал для бандонеона С оркестром Поэтому вот Александр Он влюбился в этот инструмент Будучи на гастролях В Европе Вот он купил Несколько таких По всему миру Собирает эти гармоники И в общем Не только Как их коллекционирует А просто ищет Тот самый Изящный звук Который бы ему хотелось Ну это Прекрасный Исполнитель Музыкант Он на сегодняшний день Работает Самыми Известнейшими И популярнейшими Исполнителями Аргентинского танго По всему миру То есть он Для сравнения Хочу сказать Просто Полмесяца назад Он давал концерт В большом зале Московской Московской консерватории Это уже показатель Когда пускают Такой прекрасный зал Это значит Надо достичь Такого высокого уровня В воскресенье Он работает с нами Концерт А в понедельник Восьмого Он будет в Омске Давать концерт В органном зале Филармонии Концерт для бандонеона С органом Понимаете То есть И география И возможности Этого инструмента Не только С симфоническим оркестром С камерным оркестром Не только С квинтетом Я имею в виду Рояль Ударная там Гитара Контрабас Но и С органом То есть Возможности инструмента Очень большие У меня к вам Такая просьба Сейчас Давайте немножечко Может быть Приоткроем Вот этот занавес Вот какая музыка Будет звучать На этом концерте В основном Это будут Аргентинские танго Прекрасные Аргентинские Жгучие Страстные Аргентинские танго И естественно Такие Медленные Но я не хочу Открывать завесу Вот просто Практически Каждый человек Эти мелодии знает Но Не знает названия Некоторые Не знают названия Но Прекрасно звучащие Скажем В исполнении Оркестра Или солиста Певца А здесь будет Это все исполнено На бандонионе С оркестром Билеты еще есть в наличии Свероказахстанцы Могут приобрести Да, очень много Потому что Зал большой У нас в театре Погодина 500 мест А зал метро Все-таки 800 мест Поэтому Билетов Предостаточно Я Пользуясь случаем Приглашаю Всех Петропавловцев Посетить этот концерт А скажите Пожалуйста Вот С чем связано Проведение Будущего концерта Не в театре Николая Погодина А именно На сцене Культурно-развлекательного Центра метро Я дождался Этого вопроса Практически Последний концерт 24 ноября Мы сыграли В театре Погодина Сольный концерт Теперь все наши Сольные концерты Будут проходить В метро Это зал Областной Североказахстанской Филармонии Поэтому С 7-го числа И Я надеюсь Последующие Все годы Наша Наша площадка Это будет Зал Метро Во-первых Хочу сказать Что В том зале Я давно знаю Этот зал Еще с 80-х годов Это самый лучший Акустический зал В нашем городе Где звучат Живая музыка Звучит прекрасно И не теряется Ни один тембр Ни один регистр Сергей Николаевич За 10 лет Существования оркестра Мы были свидетелями Многих разнообразных Программ И вот Невольно возникает вопрос Всегда ли вы Обходитесь силами Своего оркестра Конечно же нет Когда большие Скажем Мы берем Когда романтиков Композиторов Или композиторов 20-го века Здесь уже Встает Нехватка В музыкантах Мы не имеем Полностью Укомплектованной Духовой группы Полностью Укомплектованной Струнной группы Нам на сегодняшний день Не хватает Порядка 15 Музыкантов Как правило Приглашаем Троих-четверых То есть Хотя бы Справиться С программой Вот где Парные Идут Дерево Парная медь Я Обращаюсь Просто К администрации Области Строится Много жилья 10 квартир Для коллектива Дать Чтобы мы Укомплектовали Полностью Оркестр И начали Давать программы Воле Куда Интереснее Разнообразнее Сергей Николаевич Вот Хорошие музыкальные Инструменты Опытный коллектив Творческий Но вот Все равно Когда выходишь На сцену Вы даже Человек С таким Большим Многолетним Опытом Вот Волнение Есть? Конечно Я не знаю Каждая программа Это как Новый Госэкзамен Просто Поэтому Волнение Присутствует Потом Оно проходит Это Для музыканта Это естественное Состояние Души На концерте Я не знаю Людей Которые Не волнуются На сцене Ну такой Традиционный Вопрос Поделитесь Пожалуйста С нашими Телезрителями Планами На будущее Что Чего Ожидать Им В ближайшее Время Сейчас Планируем Интересный Проект Опера И джаз Музыка Кино Это Фонд Гвинианидзе Будет петь Музыка Кино Как раз Вот Все Самые Хиты Из кино Фильмов Будут Петь Эти Из талантов Мира Исполнители Джаз И опера Это Две Примы Мировые Звезды Приедут С нами Работать Такой концерт Ну и Как всегда В феврале У меня Это У нашего Оркестра Такая традиция Уже Пятый год Будет Естественно Мы так называем Детская филармония То есть Мы приглашаем Детей С Астаны С Петропавловска С нашего Школы Одаренных Детей С колледжа С нашего С Екатеринбурга С Новосибирска Приезжают дети И играют С оркестром В том году Были пианисты А в этом году Приедут дети С Астаны Наши дети Будут играть В общем Флитисты Габаисты Духовики Деревянные Духовые инструменты Сергей Николаевич К сожалению Наше эфирное время Подошло к концу Большое спасибо Что пришли к нам в студию Ответили на все наши вопросы Дальнейших вам Творческих успехов Интересных программ И благодарного зрителя Спасибо До свидания Сегодня в нашей студии Был художественный Роководитель Дирижер А также создатель Симфонического оркестра Североказахстанской Областной филармонии Сергей Машбаев Это была программа Диалог Всего вам доброго И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин